Да уж, это не то же самое, что бумагу резать, да? Ну, оригами только железное. Ни кочегары мы, ни плотники, хотя могли бы ими стать, а простые гипсокартончики. Хотя уже буквально с первых шагов понимаем, дело не такое уж и простое. Важно и глазомер хороший иметь, и знать некоторые нюансы. Между профилем и, скажем, полом обязательно должна быть вот такая линия изоляции, чтобы не поддувало и вибрация бы не повреждала стенку. Гипсокартон для обычного человека – это что-то легонькое и не очень серьезное. Вот кирпичная стенка, говорят многие, другое дело. Но, как нам объяснили преподаватели, правильная гипсокартонная конструкция и шум пропускать не будет, и воды не побоится. Важно четко следовать технологии и выбирать правильный материал. Гипсокартон гипсокартону оказывается рознь. Вот, например, этот обычный, знакомый многим серый. Но его можно использовать только в обычных помещениях. А, к примеру, на кухне надо использовать вот такой зеленый, который может выдерживать повышенную влажность. Увы, объяснили нам, многие стараются сэкономить и используют тот же самый серый на кухнях, а то и в ванной. Вообще, сами журналисты говорят, на стройку теперь может работать и не пойдем, но в строительных делах точно разбираться будем лучше. Это можно применить в плане какого-нибудь, возможно, расследования. То есть мы выходим на какой-нибудь объект, который строится, допустим, по федеральной программе или еще какой-нибудь, и уже смотрим своим наметанным глазом, что вот тут правильно, вот тут неправильно, и, собственно, куда деньги-то уходят. Но прежде чем оценивать других, журналисты сами должны будут сдать экзамен. Он состоится в мае. В нашем случае итогом станет полноценная гипсокартонная конструкция, выполненная по всем правилам. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.